Чтобы мечта сбылась, нужно совсем немного. Чуть-чуть терпения, умение ждать, щепотка веры в чудеса. А еще нужно уметь правильно формулировать свои мысли, чтобы Вселенная знала наверняка, что именно вам нужно в данный момент. Для кого-то очень важна материальная составляющая, а кто-то видит смысл жизни в том, чтобы близкие люди просто были рядом. Всегда. И именно такое желание загадывает каждый раз, когда задувает свечи на именинном торте или когда 31 декабря стрелки кремлевских курантов сходятся на отметке 12. Исполнение своей мечты такие люди готовы ждать терпеливо и долго, откинув все сомнения прочь. Здравствуйте, с вами вновь «Дорога домой». Программа о детях, которые в силу различных причин вдруг оказались без родительской заботы и любви. Сегодняшняя наша программа о доброте, честности и таланте. О неравнодушии и терпении, о том, как все эти качества могут быть объединены в одном человеке. Давайте познакомимся с героем нашей программы поближе. Наш сегодняшний герой – мальчик по имени Алексей, душа компании. Он умеет сочетать в себе полярные на первый взгляд черты характера. Может быть серьезным и рассудительным, и одновременно веселым и задорным. Он может прыгать и бегать без устали несколько часов подряд, а может быть усидчивым и внимательным, если этого требует обстоятельства. Воспитатели и ребята его ценят за легкость и открытость характера. «Один» – это значит первая буква алфавита, да? «А» значит первая. Дальше. В любой компании он один из лидеров. Берет на себя наряду с воспитателями организационные вопросы, прочитать задания, заинтересовать ребят, собрать информацию воедино. В этом он всегда первый. Он всегда участвует в спортивных мероприятиях. Очень подвижный парень, легко схватывает, тяжелые, сложные комплексы запоминает быстро. В общем, как бы голова на месте есть, руки, движение, координация очень хорошая. Ну, помимо этого, могу сказать, как воспитатель, что всегда он рвется помогать инструктору по труду, с цветами, с зеленью, там, снег убирать. В общем, ответственный, хороший ребенок. У Алексея все по полочкам. Это касается и мыслей, и организации пространства вокруг. В его комнате всегда полный порядок. Кровать аккуратно застелена, и в тумбочке все на своих местах. Каждое утро встаю, но проверяю у себя порядок. Есть ли у меня там порядок или нет. Если есть порядок, ну, у меня остатки набирают. Красиво, молодец там. Здесь у нас висит праздничная одежда, там тоже обувь праздничная. Педагоги уверены в дисциплинированности. Его секрет успеха. Алексей обладатель множества грамот, кубков, дипломов за каждой наградой. Недели и месяцы упорных тренировок и репетиций. У меня есть портфолио, где у меня есть грамоты. Есть еще и фотоальбом, где меня фотографировали там. Побеждает регулярно как в спортивных состязаниях, так и в творческих. Есть грамота у меня за первое место в городском конкурсе счетов. Эту грамоту я получил за хорошее достижение цели. Я был в четвертом А-классе. Личное портфолио, как отражение интересов и талантов. На каждой странице творческая работа, в которую он вложил немало сил. На этот рисунок его, к примеру, вдохновил весенний рассвет. А этот по-детски непосредственный мальчик хранит как память. Он нарисовал его, будучи семилетним ребенком. Вот этот рисунок я сам придумал, как его нарисовать, там думал. То есть здесь я еще один рисунок, тоже как бы сам придумал. Вот, как бы говорится, что это все, ну, мои друзья сидят на моем день рождения. Вот здесь шоколадный торт, сын, фрукты. Тему для этой работы выбрал не случайно. Алексей очень любит свой день рождения, обожает быть в центре внимания и принимать подарки. Рассказывает, особо ценит выполненные своими руками. Бережет и хранит их потом в течение многих лет. Ассоциации с празднованием именин у него самые теплые. Да, я очень люблю день рождения, вот, особенно, когда у меня 30 октября на свой день рождения, ну, все уже встали, ну, раньше меня, а я еще там сплю. Вот, и когда я уже проснулся, все кричат за день рождения, там, подарки дарят, потом вечерком все собираемся за столики. Каждый свой день рождения Алексей загадывает желания. И каждая из них исполняется. Так, например, произошло и в прошлом году. Я задул свечки, загадал желание, ну, что в нашем интернате стало все по норму. Здесь сделали хороший ремонт в коридорах, вот, приезжали специалисты, делали ремонты, вот, добавляли нам, ну, это, качель нам новый добавили. А эта работа особенно дорога Алексею на листе А4. Он однажды на уроке изобразил свою маму. Нарисовал ее такой, какой видел в мечтах. Добрый, веселый. Счастливый. Она идет ко мне шариками, улыбается, красиво оделась. Идет ко мне, поздравляет меня. Он не умеет долго грустить и в любой ситуации находит положительные моменты. Это еще одна черта характера Леши. Воспитатели называют его в шутку мистер-позитив. Алексей неплохо учится. За четверть у него обычно выходят четверки и пятерки. Ну и, конечно, каникулы, как и любой ребенок, он тоже обожает. Особенно летние. Сейчас, кстати, как раз строят на них планы. Из главных съездить в загородный лагерь. Каждый год он проводит там как минимум один заезд. У меня в этом «Лесной сказке» все знают. Я там уже третий раз был. Вот там мне все знают, какой был маленьким, какой я сейчас стал. Даже все повара меня помнят. А он, когда уезжал, им на прощание оставил открытку прощальную. Сам тоже своими руками сделал. Скучают по нему и вожатые, ведь он их незаменимый помощник в любом деле. Кстати, воспитатели центра это тоже подчеркивают. С этим мальчишкой можно быть спокойным за результат. Исполнительный он, да. Когда что-нибудь его попросишь, он всегда пойдет, проконтролирует, выполнит. Сделает, принесет, унесет все, что нужно. Ему можно давать поручения, задания серьезные какие-то. Он всегда все про всех знает. Всегда в курсе всего. Когда ребята его о чем-то просят, он отзывчивый. Он добрый, отзывчивый парень. А он веселый, это всегда смех рядом с ним. Смех, и дети его любят. Ты сюда. Нет. Давай. Нет, ты не сюда. Руки. Вот так. Наверх. Хлопок. Вниз. Кружевные. Алексей в роли аниматора. И это не показательное выступление, а обычные будни школы-интерната номер пять. Вот так весело мальчик проводит все свободное время, вовлекая в свои игры всех вокруг. Он, кстати, не зависит от гаджетов, не любит компьютерные игры и предпочитает им творческие занятия или игры на свежем воздухе. В движении для него заключается смысл жизни. Ну, я увлекаюсь обычно, помогаю мероприятия проводить. Потом хожу, ну, помогаю детям делать там всякие разные подделки. Учу детей танцами. Ну, репетируюсь с ними там, если попросят там. Я с ними танцы разучиваю разные. Учитель танцев из Алексея получается замечательный, понимающий, терпеливый. Нужно объяснить несколько раз одно и то же, без проблем. Ребята не могут повторить движение, он терпеливо еще раз покажет. А еще он умеет правильно мотивировать детей. Просто я им говорю тоже там, если вы там хорошо выступите, вам будут сюрпризы. Вот они потом слушаются и идут. Своё умение научить, объяснить и зарядить энергией окружающих мальчик планирует развивать и дальше. И, возможно, это даже выльется в будущую профессию. Мечта у меня была стать этим актером. Алексей на каждом утреннике в главной роли. Играл и Деда Мороза, и лесных зверей, но есть среди ролей самая любимая. Вот она на ваших экранах. Сыграна была в присутствии зрителей и телекамер ровно полгода назад. В том новогоднем концерте я выступал снеговиком. Ну, это была, конечно, самая главная роль в этом, в холодном сердце. Не могли не найти этого мальчика, который выступил. Я подошел и сказал, может, я выступлю, заменю этого мальчика. Они были все согласны. Потом, когда я выступил, ну, все мне аплодировали. Веселый и жизнерадостный мальчишка, талантливый ученик, хороший друг. Вокруг Алексей готов делиться своим позитивом со всеми вокруг. А свою искреннюю любовь и тепло готов подарить самым близким людям. Он уверен, своя семья у него обязательно появится. Появятся родители, которые будут заботиться о нем, оберегать его, восхищаться. Да и как может быть иначе? Вы же помните, что все мечты Алексея обязательно становятся явью. А это желание он уже готов загадать на свой следующий день рождения. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Субтитры сделал DimaTorzok